Как мы проверяем качество? Я сам лично приехал, приехал отдел качества. В первую очередь посмотрим именно наш заказ. На этапе упаковки мы приезжаем лично, видите, и проверяем эти изделия. У Ксении очень много образцов. И вот по этим образцам принимаем заказ. Видите, китайцы сделали розового цвета, нужно было пудровый цвет. А потом клиенты иногда просят, давайте быстрее отгружайте. Нет, нужно все перепроверить. Сегодня руководитель проверяет все заказы самостоятельно. Полностью проверили, все четко. Там еще, смотри, ноги торчат. Прям ноги, настоящие ноги. Там ноги, там руки, человеческий пресс на комоде. Ни в одном шоуруме города Фошань этих готовых изделий нет. Только на этой фабрике или в Боко Далобо в Португалии. В оригинале я видел этот Умбо стоит больше 40 тысяч евро. Если вы хотите яркие интерьеры, мы сделаем уникальный ваш проект. И точно ни у кого не будет из ваших знакомых такого интерьера. Друзья, всем привет. Меня зовут Кирилл. Я руководитель компании МБЛ. Сегодня будет ролик о том, как мы проверяем качество. Будет мебель абсолютно непростая. Это эксклюзивная мебель в стиле Боко Далобо. Я сам лично приехал. Приехал отдел качества. И менеджер у нас, Ксения, прилетела на свои Тесли. Сейчас все собрались посмотреть на эту уникальную мебель. Пойдем посмотрим. Да, мы здесь были уже на этой фабрике. Здесь огромный шоу-рум готовых изделий. Но мы вам в конце ролика покажем обязательно, как они выглядят. Но в первую очередь посмотрим именно наш заказ. 5.30 встает, представляете? 25 тысяч шагов каждый день. Хозяин фабрики. Молодец. Вот у нас витрина готова. Мы ее собрали полностью, проверили. Все четко. И это так не поедет. Именно стекла будут доставаться, отдельно упаковываться. И в короб будет в деревянный зашиваться полностью вся витрина. Будет в собранном состоянии, но она будет в короб в деревянный зашиваться. Сейчас я вам покажу. Вот такие вот короба на фабрике мы делаем под заказ. Чтобы ничего не повредилось. Деревянный фанерный короб. И вот витрина будет упакована именно так. Я вам хочу сказать, что это не обычная мебель, как я вам показываю. Бакстер, Миноти, B&B Италия и прочие полиформы. Таких фабрик очень много в нашей провинции, кто производит итальянский минимализм. И цены есть от 1000 долларов до 10 тысяч долларов за изделие. В зависимости от материала, фабрики, подхода к детализации и так далее. А вот таких вот фабрик я лично знаю всего лишь три. И то это, в принципе, большим временем наработано. И если мы даже делаем большую виллу, мы комплектуем с трех фабрик иногда. Потому что на одной фабрике не все коллекции Бока-Долоба, например, можно произвести. Например, как у этого заказчика, здесь 50% коллекции именно на этой фабрике сделано. На другой фабрике и остальная часть. Потому что мы смотрим именно сложность производства. То есть эти хорошо производят из латуни ноги, например. Классно покрывают лаком. Шпон у них есть определенных коллекций. На другой фабрике есть шпон других коллекций. Значит, они делают там какие-то абсолютно другие модели. Эта мебель очень редкая во всем мире. И редко и в Китае. И вообще в дизайн-проектах тоже редко встречается. Потому что это высокого уровня очень изделие. Но у нас она есть. И вы можете воплотить этот дизайн в своем доме. В любой точке мира с помощью нашей компании. Вот наша Ксения менеджер, кто ввела этот заказ. И сама приехала тоже посмотреть. Потому что сильно переживает за эти изделия. Это что это у вас? Это должно быть наше пирог. А сделали другого цвета, что ли? А, розовый сделали. Буду сейчас перья менять. Такая у них эти перья есть вообще? Да, конечно. Видите, китайцы сделали розового цвета. Нужно было пудровый цвет. Бывают такие вот ошибки. Даже в мою квартиру Бакстер сделали другого цвета. Ну, на другой фабрике. Мне лично. То есть бывают такие ошибки. Все-таки ручной труд. На этапе упаковки мы приезжаем. Лично видите и проверяем эти изделия. Ну, не я лично имеется в виду отдел качества. Ну, и есть у нас определенные менеджеры. Мега ответственные. Кто не отпускает вообще ситуацию. Не на миллиметр. А лично вот приезжает. Видите, разбирается с китайцами. Почему же все-таки перья у нас не такие розовые. Как вот клиентка заказала. Да, вот смотрите. Ксения доказывает им именно, что оттенок должен быть абсолютно другой. Ну, так вообще выглядит шикарно. Качество крутое. Это же все из латуни сделано. Перья натуральные. Страусиные перья. Это же, наверное, снимаются. Да, это все снимаются. Вот она, смотри. Легко снимается. Можно встряхнуть от пыли и поставить на место. То есть сейчас еще одного страуса надо перекрашивать. На переделку страуса. Там еще, вон, смотри, ноги торчат. Прикольные ноги. Это стол будет. Это консоль. Консоль. Ноги готовы. Еще вот столешница нужна. Она очень тяжелая, потому что это латунь. Прям ноги, настоящие ноги. И у консоли будут вот такие ноги. Класс. Но тяжелая. Если что, можно на цвет металл сдать. Дорогого стоит. Мало кто делает такие вещи. Я вообще больше не знаю ни одной фабрики, кто может сделать такие вот изделия. У Ксении очень много образцов, по которым мы размещали заказ. Тут дерево, шпон, перья и так далее. И вот по этим образцам принимаем заказ, отдел качества, делает фото-видео отчет. Дальше из изделия, по нашему мнению, сделано четко. На подтверждение еще раз высылаем вам. И вы ставите галочку. И вот здесь вот, например, вот кусочек золота есть. Сравниваем, так получилось или нет. Ну вот именно это зеркало великолепно выполнено, на самом деле, идеально. Но мы поднимемся потом в шоурум, покажем, какие готовые изделия еще есть от этой фабрики. Думаю, если вам интересен этот стиль, пока мы на фабрике, можем все это показать. Потому что ни в одном шоуруме города Фошань этих готовых изделий нет. Эти изделия только есть именно на фабрике. Некоторые фабрики не хотят с нами сотрудничать, потому что у нас очень жесткий контроль качества. Мы такие мега придирчивые к деталям, вот к мелким именно. А потом клиенты иногда просят, давайте быстрее отгружайте. Нет, в первую очередь нужно все перепроверить. Потому что за 10 тысяч километров потом на дистанции решать эти вопросы будет гораздо сложнее. И в ваших странах, поверьте, такие изделия где-то доработать не каждый реставратор возьмется. Здесь такая рука, это столик. Здесь будет стеклянная столешка, шикарно сделано, отполировано все так. Здесь рука, видите, и нижняя часть тоже 5 пальцев. Очень редкие изделия такие. Но это все сделано под заказ, кастом-мейт. То есть это были чертежи. Мы согласовывали чертеж. Делалась отдельно пресс-форма, выливалась из латуни. Потом дополнительно несколько ступеней полировки. То есть это очень серьезная работа на самом деле. Я не буду называть, в какую страну будет поставка. Но привет нашей клиентке, если она будет смотреть. Ваш заказ я проверил лично. Можете не переживать. Это наш столик, золотой. Ксения говорит, никакого стекла здесь ничего нет. Лава такая. Из трех частей. Композиция из трех частей состоит. Круто отполированная, но стильная вещь, конечно. Нашли на одном элементе царапину. Сейчас зафиксируем. А где там нашли царапину? Царапину нашли там. Неровно стоит? А, просто не хватает силиконовой такой вот ножички. А, ну это не проблема. Может быть еще вот по периметру пару штучек добавить. Я вам показывал стол с ногами. А здесь сейчас, видите, зеркало. Вот руки. Это все сделано из латуни. Очень богатое зеркало. Красивое. Тумба уже готова. Такие части тела, видите, силуэты на внешнем фасаде. Она полностью деревянная. Мне, конечно, эта фабрика очень нравится. Одна из самых любимых фабрик. Действительно делают сумасшедшие вещи под заказ. То есть это о чем говорит? О том, что здесь работают очень опытные мастера. Даже не в материале дело. Именно опытные мастера, что могут воплотить в жизнь такие вот красивые изделия и качественные. И у нас такие заказчики такого определенного видения интерьера, кто выбирают именно такие стильные, эксклюзивные вещи. Чтобы сочетать такие вещи, где есть силуэт тела, есть какое-то зеркало с руками, стол там с ногами, страусиные перья. Вот сочетать эти изделия в одном интерьере, это действительно очень иметь надо пространственное такое мышление, очень глубокое. Это все вообще в интерьере будет смотреться очень круто и богато. Сейчас декабрь месяце. У нас два заказчика комплектуют большие виллы именно в стиле бока-долоба. Надеюсь, кто-то один из них, хотя бы кто-то один, нам разрешит сделать видеообзор именно интерьера своей виллы. Потому что это реально крутые такие дизайн-проекты. Я очень хотел бы, чтобы у нас в кейсе остался видеоотчет именно. Мы, конечно, дополнительно на проверку качества добавляем там 10-15 дней порой, потому что все эксклюзивное производится, знаете, по чертежам. Не всегда идеально получается с первого раза. Нужно переделывать. В нашей практике были задержки и до двух месяцев эксклюзивных коллекций мебели. Вот эта коллекция, видно, ну плюс 7, плюс 10 дней. Нужно еще доработки сделать. Но это уже почти финальная стадия. То есть уже, в принципе, перед упаковкой 95% готовности изделий. Когда вы планируете разместить заказ в Китае, и мы говорим производство 30 дней, корпусной мебели 60 дней, все равно закладываете еще плюс неделю, плюс 2 дополнительные, если изделие не получится так, как нужно. В Китае это не быстрая история. То есть из Китая 5-6 месяцев поставка. Но если эксклюзив, плюс месяц, сложное изделие всегда производится дольше. Особенно если у вас есть личные чертежи, если у вас действительно есть какие-то запросы, такие вот нестандартные, это все плюс-плюс-плюс по времени. Ну, конечно, в онлайн-консультации я даже лично всегда присутствую и вам об этом рассказываю. Ну, так или иначе, друзья, по традиции ставим лайки, подписываемся на канал. Это для меня не только приятно, но и очень важно. Все эти ваши действия всегда помогают продвижению нашего канала. У клиента, получается, интерьер. Везде есть какие-то части тела. Вот здесь, смотрите, голова. Там ноги, там руки. Человеческий пресс на комоде. То есть все части тела. Это вот такой целый дом будет. Очень красиво выглядит, конечно. Серьезная голова такая. Китайская. Что-то не похоже на китайскую. Профиль китайский, да. Нос такой вот маленький, да. Ну, не будет же он длинный, вот такой нос, европейский. А так-то губы, глаза европейские. Еще одно зеркало, да? То есть зеркало здесь будет. Прикольно. Сегодня руководитель проверяет все заказы самостоятельно. И фиксируем на видео работу коллектива. Все китайцы пошли на обед, но мы обедать не будем. Мы пойдем сейчас в шоу-рум и покажем вам готовые изделия на этом предприятии. Пришли мы в шоу-рум. И вот я сразу вижу новое изделие. Какое-то животное с копытами. Посмотрите, копыта. Ноги, хвост. Это все шпанировано, идеально выполнено. Гладкое-гладкое. Супер. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за животное, на ваш взгляд. В оригинале я видел, этот Умбо стоит больше 40 тысяч евро. Очень большое количество цветов используется. Конечно, мастер расписывает все кистью вручную, поэтому здесь допускаются погрешности мелкие, потому что это ручная работа. Ну, конечно, вот ноги выполнены из латуни. Очень красивое изделие. И есть в разных стилях, по-моему, вот эти тумбы, если я не ошибаюсь. Новая модель стульев. Очень яркая, необычная. Золото, конечно, сочетается с черным цветом. Тяжелый. Реально, сколько оно весит? Я не знаю, килограмм 20, наверное. Может, 15. Я такой тяжелый. Если вы хотите какие-то уникальные, яркие интерьеры, конечно, эта фабрика, она сможет воплотить в жизнь любые вот ваши запросы. Поэтому первое предприятие, на которое нужно обратить внимание, именно это. Конечно, я всегда смотрю на качество, но вот именно какое-то необычное решение, именно какие-то вот ноги, видите, какие-то покрытия, яркие цвета, сочетание именно вот этих вот матовых, с глянцами какими-то моментами. Даже вот посмотреть на ящик, распил 45 градусов, все здесь идеально заходит. Внутри барха там сделано. Ну, то есть и снаружи, и внутри изделия выполнено 5 баллов. Просто 5 баллов. И вот посмотрите, вы хотите сделать изюминку в своей гостиной, например. Ну, вот достаточно добавить вот такой вот золотой яркий столик и диван. И это будет необычно, это будет ярко. Конечно, здесь можно изменить и расцветку текстиля. Но вот такие вот изделия, они будут годами радовать ваши глаза, придавать эмоции, тепло и какую-то яркость. Вот знаете, изюминка. Можно так все сделать в спокойных тонах, а вот бросить вот таких 2-3 изделия. И это будет и практично, и удобно, и естественно стильно. И точно ни у кого не будет из ваших знакомых такого интерьера. Поэтому, друзья, если вам понравилась эта фабрика, поставьте традиционно лайк, подпишитесь на наш канал. Это не только приятно, но и важно для нас. И, конечно, пишите свои комментарии. Все ссылки на телеграм-канал, если вас интересует стоимость этих изделий, переходите на телеграм-канал по ссылке в описании. Если вы уже готовы оставить заявку, чтобы начать с нами сотрудничество, есть наш сайт mbltor.ru. Вы оставляете заявку, и колл-центр с вами свяжется, и все подробно на молекулярном уровне вам расскажет. Ну, а после заявки, конечно, мы рассчитаем ваш проект, и лично со мной проведем онлайн-встречу. В онлайн-встрече вы задаете вопросы по логистике, по финансам и так далее. Все я лично вам отвечаю, потому что я не знаю, с какой страны вы к нам сегодня обратитесь, потому что кто-то из Америки, кто-то из Европы, кто-то из Москвы, из России. Поэтому все обсуждаем индивидуально вместе со мной. И после этого вы уже начинаете подборку с нашим русскоязычным менеджером в Китае. Таким образом, в течение 5-6 месяцев мы сделаем уникальный ваш проект. Доставим, включим, растаможим и дадим гарантии на эти изделия. И надеюсь, все ожидания будут оправданы. Такой торшер классный, вообще супер. Матовое покрытие, и вот так смотрится очень богато, потому что здесь вот смотрите, проникает свет сквозь изделие и выглядит очень стильно. И вот здесь вот свет падает на ножки. Вот если в приглушенном свете, не как в шоуруме, а его просто вот для интерьера включить, просто супер вариант. Тоже вот особенность, можно даже не брать какое-то золотое изделие, но вот такой торшер добавить. Это же стильно, очень стильно выглядит. Вы нигде не найдете в фошане, ну вот в нашем мебельном городе такие изделия. Это только на этой фабрике на самом деле. Только на этой фабрике или в Бока-Далобо в Португалии, но X15 цена будет выше в оригинале, чем здесь. За вами выбор всегда. Уже не первый раз в наших заказах вот эта тумба, она мне лично нравится, она очень яркая и вот сочетание именно золота с черным цветом. Столешница мраморная с светлыми такими вот линиями. Очень красиво, эффектно выглядит и внутри посмотрите все сделано тоже стильно. Здесь везде эти латунные вставки золотые. Просто огонь! И вот к этой тумбе конечно подойдет вот это вот круглое золотое зеркало. Есть разные модели у бока. Вот это сочетание очень-очень стильное. Я бы сказал, ну вот следующий бы проект в своем доме или квартире я бы выбрал вот эту композицию, потому что она вот как по мне прям эмоции у меня положительные только от такого изделия. И вдохновляет, понимаете, как бы не что-то там какое-то простое решение. Ну вот мне нравится вот такое изделие. Кто меня поддерживает, поставьте лайк традиционно и мы сразу прикинем наши общие вкусы. У нас оно есть в заказе. Там стоит на складе. Это, кстати, кварцит. Очень красивое изделие. Видите, стоит как изящно, как будто бы на одной ноге. Но на самом деле есть дополнительный крепеж к стене и зеркало. Очень выглядит круто на самом деле. С хозяином фабрики обязательно по традиции нужно выпить чай. Ксения сказала 95% готовность груза, отдел качества подтвердил. Нам еще буквально недельку осталось и мы заканчиваем этот проект. А я всем желаю хорошего дня и отличного настроения. Смотрите мои обзоры, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. А мы пьем чай. Ну, хача. Хача. Ага. 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 Ага.